И снова всем привет, на связи Кира Штафун. Сегодня продолжаем беседовать по поводу беременности. И сегодня будет видео отчет о 26-й недельке беременности, о том, как она проходила у меня, опыты, изменения и так далее. Завтра наступает уже 27-я неделя, казалось бы, время летит достаточно быстро, но с другой стороны до родов еще вот так вот времени. И в это время можно изучать, подготовиться к родам, да, и читать, наверное, больше об этом. Я рекомендую каждой девушке, женщине беременной, не читать все подряд в интернет, все отзывы, все случаи и все остальное, потому что мы, женщины, очень впечатлительные. И не совсем правильно, если мы будем читать то, что нам вообще не нужно. Выберите один-два портала, которые вы хотите посещать, которые вам интересны, и те порталы, которые откликаются у вас в душе. Например, там блоги каких-то уже родивших мамочек, либо блоги акушерок, да, врачей, лодцевое рождение, естественные роды и так далее. В моем случае я сейчас изучаю практики дыхания правильного, потому что для меня очень важно расслабиться во время родов через дыхание и вообще осознанно подойти к этому процессу, скажем так. Вот сейчас я смотрю активно эти видео. Это один фильм, который мне подходит. И, возможно, скоро я запишу также видео для вас, чтобы вы тоже знали об этих практиках дыхательных, потому что я считаю, что они действительно результативные, эффективные, полезные. И еще некоторые упражнения я выполняю на дыхании, которые тоже вам буду показывать. Еще такой момент. Я читаю один проект всего на самом деле. Это проект Марии, русско-акушерки на Бали из клиники Буми-Сихат. Мы с Машей записывали интервью. Оно уже есть на моем канале. Если вы не видели, обязательно посмотрите, потому что это кладезь просто полезнейшей информации, ценной информации. Это та информация, которую просто необходимо знать каждой мамочке, каждой женщине, каждым родителям, которые хотят принять на свет ребенка по-человечески, я бы сказала. У Маши на сайте собрана уникальная информация, которая мне во многом помогает. Если какие-то вопросы есть, я тоже к Маше обращаюсь. И это тот портал, который я выбрала для себя. И та информация, которой мне сейчас достаточно для изучения. Ну и переходя к ощущениям, я хочу сказать, что на этой неделе я просто порхаю, как бабочка, потому что у меня откуда-то появилось очень много энергии. Я себя чувствую намного лучше, чем в предыдущую неделю. В плане, действительно, движения, энергии. Меньше сплю. То есть я обычно сплю. Не каждый день, но тем не менее в обед бывает у меня сон час. В этой неделе я очень мало спала. И продолжаю много работать. Делаю свои проекты. Мы ведем свой сервис. Ко мне обращаются клиенты. Я их веду. Плюс еще новые клиенты появляются. То есть времени на работу, силы на работу, на свое любимое дело. Потому что я занимаюсь действительно любимым делом своим. У меня хватает. И хватает еще времени на то, чтобы отдохнуть и заняться собой, малышом. И изучать информацию по беременности. Ну, по поводу работы я, конечно, хочу сделать оговорок, что она у меня не вы знает. Работать через интернет, который я всегда стремилась. И именно это мне помогает. Ну, это моя идеальная работа. В общем, что говорить. Я всегда этого хотела и этого добилась. К счастью. Так. Вот энергия появилась. Еще, знаете, у меня перестала давить на диафрагму так сильно, как давила в прошлую неделю. То есть желудок, диафрагма у меня больше не сдавливаются. Как-то мне стало легче. Я тут записала себе все, чтобы не пропустить. Было такое, что у меня немела рука опять во время сна. То есть опять, правильно я на ней лежала, неправильно, но она немела. Как-то мне так показалось, что мне не хватает, скорее всего, каких-то элементов все-таки в организме. И послушав себя, услышав себя, я думаю, что это белок. Потому что белок очень важный строительный материал для беременных. Ну, не только для беременных, но и для беременных тем более. Стала употреблять больше яиц вареных. Стала есть в день больше рыбу на гриле. И, знаете, все прошло. То есть руки у меня стали неметь. Плюс витамины я пила, которые иногда пропускала органические. Вот такой комплекс мне помог избавиться от немения в правой руке. Она правая именно немела. Слышала, что у многих девушек, женщин во время беременности на этой неделе, на 26-й неделе до сих пор увеличивается грудь. Все, конечно, индивидуально. У меня она уже не увеличивается, она уже увеличилась до максимальных, наверное, своих размеров в начале беременности. Ну, не максимальных, но тем не менее. То есть, не знаю, мне кажется, недельки до 17-й, может быть, чуть раньше она даже начала, перестала болеть. Она очень сильно росла, растягивалась, наливалась кровью. Я покупала себе огромные, не огромные, на размеры больше бюстгальтеры, потому что в прежние просто уже не влазила. Просто грудь была сама очень горячей, налитой кровью, там, скажем, вены так просвечивались. И этот процесс, к счастью, становился, потому что было достаточно больно в этот момент. Сейчас грудь вот заняла свое состояние и, в принципе, больше не меняется. Есть такой момент, что у меня продолжает вот здесь вот вверху животика сжечь кожу. Живот, видимо, опять растягивается, у меня тянется. И я использую все то же молочко, которое я раньше намазывала на животик. Как только начинаешь сжечь, мажу, все проходит, все отлично. Потом опять начинаешь сжечь, мажу, все отлично. Такие вот небольшие моменты есть. Очень много стараюсь гулять по полям. Я, вот, у нас поля рисовые, соответственно, на острове Бали. Беременность проходит моя на Бали. Либо вечером, чаще утром я занимаюсь вот физически такой активной прогулкой по полям, где свежий воздух. Стараюсь не гулять там, где выхлопные газы и так далее. Вот, прекрасно мой малыш себя чувствует во время путешествия. Мы в эту недельку отправлялись на водопады. Я считаю, что очень важно иметь вдохновение в виде красивых мест, красивых вообще объектов, наверное. Мы были на красивейшем водопаде. Кстати, я вставлю видео в начале этого видео непосредственно. Насладились этим видом. Я спустилась достаточно много ступенек там было для того, чтобы подняться, спуститься к водопаду. Это для меня была такая хорошая тренировка. Не бойтесь этих тренировок. Наоборот, идите и тренируйтесь, потому что это помогает нам получить дополнительную энергию, насытить кислородом наш организм. То есть, такая тренировочка была. Еще один очень был такой интересный момент. Мы в эту неделю ходили на фотосессию. То есть, на 26 неделе мы сделали прекрасную, фантастическую фотосессию на фантастической вилле. Я не была удивлена, что мы вообще поедем на эту красивейшую виллу. Это одна из лучших вилл в Убуде, я бы сказала, с видом на обрыв, с видом на джунгли. Где мы провели, наверное, часа 4. Фотограф Ирочка нас фотографировала. И плюс там еще была такая интересная собака редкой породы, очень фараоновая собака. Рыженькая такая, красивенькая, очень встроенная, охотничья собака, на которой у меня абсолютно не было аллергии. Если вы помните, что я говорила о том, что у меня есть аллергия на животных, небольшая. После второго дня она снизилась. И сейчас я поняла, что ее тоже практически у меня нет. Мы прекрасно время провели с этой собакой. Я очень загорелась желанием большим иметь такую же породу собак. Прекрасная, охотничья, нереальная просто. Потом фотографии покажу, будут готовы через недельку, через две. Будут фотографии в моих социальных сетях, соответственно, потому что здесь в Ютубе этого сделать невозможно. Невозможно выложить фотографии. Так что подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. Вот, и как-то, не знаю, побывав в таком прекрасном месте, ну, это отложилось в памяти моей надолго. И я думаю, что если эта вилла будет свободна в ближайшее время, может, не в ближайшее, но у меня есть теперь цель, мечта, наверное, попасть, пожить в этой вилле некоторое время, потому что она очень красивая. Так, ну, малышу нравится путешествие, потому что он дает о себе знать. Смотрю на красивые водопады, он тоже там стучит ножками, ручками. Делаем макияж, он тоже стучит ручками, ножками. Фотографируемся, смотрим там на собаку и так далее. Вот, активничает больше всего к вечеру. Когда спать, ложусь, это постоянно. Но мы достаточно быстро засыпаем, то есть он у меня не будет всю ночь. Он поворачивается, поворачивается, и, видимо, тоже засыпает вместе со мной. Я глажу по животику, там, колыбельную ему небольшую напиваю, и он ложится спать. Вечером, когда сижу, уже, скажу, за компьютером что-то делаю, когда устал уже от активности какой-то, он тоже достаточно активно себя проявляет. Слушаем часто музыку красивую, расслабляющую, которая, по-видимому, ему тоже нравится. Ну, вот такие вот изменения на эту 26-ю недельку. Если у вас есть чем поделиться своей историей 26-й недельки беременности, пишите обязательно в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будем дружить. С вами была Кира Штафун. До новых встреч! До новых встреч!